Улица Рос и Гарна Гупа! Сейчас будет состязание, называется Байя Пятерок. Они проходят в ограниченном пространстве, в так называемой имитации лодки. Когда две команды, по пять человек, по пять дружинников сходятся друг с другом. И пытаются, в общем-то, победить. Вот и все, все просто. Правила простые. Поражение идет до первого удара, соответственно, в поражаемую зону. И человек считается убитым. Вооружены репликами вооружения, которое характерно для раннего средневековья. Это оружие ближнего боя, топоры и мечи. Защищены они щитами кулачного хвата. И оружие длинного боя. Это копья и длинноручные топоры двуручные, бродоксы. Мытательные здесь не используются, потому что очень короткое расстояние. И, в общем-то, и бессмысленные, и небезопасные. Вы себе листите. На ресталище Рака Мака Фон. Рака Мака Фон! Пристайла! И команда Дарна Гупа! В лицо не бьем, ниже пояса не колем. То же самое, собственно, те же самые правила вспомнит команда Дарна Гупа. Готовы? Бой! Победа команды Рака Мака Фон. Бойцам обоих команд выносится предупреждение за опасную работу. Копьем! Команда готова! Бой! 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 Команда готова? Бой! Бой! Тяпай, тяпай его! Андрюк сел! В руку! Князь Олег один, улица Рост ноль. Поменялись сторонами. Команда готова. Бой! 2-0, Князь Олег против улицы Рост. Команда готова. Бой! Андрей, давай! Выбрасывайся! Перебой! Перебой! Итак, перебой. Князь Олег, Ракамакафон. Команда готова? Бой! Сел, сел, Сереж. Ракамакафон один. Наш Олег ноль. Поменялись сторонами. Я твой дед! 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 Команда готова! Ром! Команда готова! Команда готова? Да! Бой! Ром, садись, садись. Идем! Антоша! Один-один. Поменялись сторонами. Андрюх, ты там живой? Манды готовы! Рокомакофон против княжа Олега! Бой! Перебой! Слева ты первое место на кону! Какие съемки могут быть! Нет, я не съемок, ребята! Это первое место на кону! Успокойте вот этого буяна! Готовы? Бой! Сережа сел! Да, теперь все хорошо! Рокомакофон 2! Они позволяют тренировать людей сражаться в закрытом пространстве. То есть для эпохи викингов, для эпохи раннего средневеков, это очень характерная история, когда сражение идет на ограниченном пространстве корабля. Потому что сражались именно на кораблях часто. И поэтому умение это делать, это правильная такая историчная штука. То есть люди должны это уметь, если они занимаются эпохой викингов. Итак! Итак! В неравном поединке сошлись два неравных отряда. Один красивый, второй умный. Какой из них, какой мы выясним в бою? И вот противники сходятся, сходятся, идут удары копьями в нижнюю часть туловища. Истребительная атака заканчивает бой! Истребительная атака заканчивает бой! Это первые потери, бой сместился 3 на 3. В приоритете 2 копейщика. Тогда все, значит выявили победителя. Обнимаемся! Бойцы, обнимаемся! Целуемся! То есть любимый бой!